Ну что, осложним нашу схему и добавим туда вторую часть, согласование у бухгалтера. Что у нас появляется? У нас появляются условия, да, и оно у нас будет появляться где? Когда водитель утвердил заявку, да, мы должны, получается, сделать еще блок бизнес-процесса, который проверит, во-первых, сумму, да, то есть если у нас сумма больше 15 тысяч рублей, тогда мы подключаем согласование у бухгалтера. Давайте я это сделаю сейчас следующим образом. Условие, да, я поставлю его сначала вот здесь, да, то есть после того, как у нас руководитель одобрил, и давайте посмотрим на это действие. Во-первых, у нас условие дает возможность пойти не только по двум путям, можно пойти по трем, четырем и так далее. Условия будут у нас проверяться слева направо. Это очень важная ремарка, ведь нам нужно всегда сделать так, чтобы бизнес-процесс прошел условие, хотя бы одну ветку. Поэтому классика жанра выглядит именно следующим образом. Во-первых, нам нужно будет всего два условия, во-вторых, левое условие у нас, ну, обычно истина, то есть правое условие. Да, истина. То есть в правую сторону бизнес-процесс у нас пойдет всегда, если вдруг слева что-то не выполнилось. Это позволит нам быть уверенным, что у нас бизнес-процесс не зависит на этом условии, у нас точно есть ветка, которая сработает. Да, прежде чем условие будет проверяться это, которое точно пойдет, у нас должно провериться условие слева. Здесь у нас будет условие наше, да, если у нас сумма больше 15 тысяч, тогда сюда. Все остальное вправо. Все очень просто. Вот такая несложная настройка. Можно делать более сложные, условия комбинировать, но нам здесь этого достаточно. Что дальше? Дальше утверждение у бухгалтера. Бухгалтер может либо утвердить, либо отклонить, да, и если он отклонил, то, значит, у нас утверждение руководителя уже как бы силы не имеет. Если утвердил, то все хорошо. В принципе, в принципе, действие здесь будет довольно-таки похожее, да, по сравнению с тем, как мы делали настройку для руководителя, но есть одно интересное отличие. Давайте на него внимательно и посмотрим. Кто будет у нас его утверждать? Если руководителя мы определяем динамически для того, после которого у нас процесс запустил, создал эту заявку, то бухгалтер у нас один в компании, ну, в данном случае. Да, или там их может быть двое или трое, но здесь их заранее определенные по сотрудникам. В нашем случае это один главбух. Да, и поэтому очень удобно для таких целей использовать константу. Да, еще одна возможность, еще один по параметрам бизнес-процессов, который мы ранее с вами не использовали. Давайте я прямо сейчас здесь укажу для примера. То есть я мог бы выбрать пользователя прямо из компании. То есть пойти в структуру, бухгалтерию, найти главного бухгалтера, его выбрать здесь и так далее. Да, и дальше сделать все остальные настройки. Но к ним мы вернемся позже. Давайте все-таки разберемся сейчас с пользователем. Параметры шаблона. Константы. Добавить константу. И здесь мы создаем как саму константу, так и ее значение сразу. Вот именно здесь мы укажем нашего главбуха. И эта константа будет использоваться дальше во всех запускаемых бизнес-процессах. Если нужно будет и поменять, мы поменяем ее один раз в настройках. Это очень удобно. Выбираем здесь нашу константу в бухгалтер. Вот таким вот образом. Сделаем таким образом настройки и сохраним. Что нам еще нужно для полной красоты? Также сделать уведомление. Так. 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 Так.